Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Очень интересная новость. Сейчас издательство Минвал АЗ опубликовало статью «В Азербайджане слов на ветер не бросают. Баку собственными силами выполняют трехсторонние заявления». Сейчас объясню, в чем дело. Сейчас по этой дороге, где я вам недавно выпустил ролик, Ханкинди, Турсу, Карабахские сепаратисты провозили боеприпасы, там вооружение, и теперь Азербайджан провел молниеносную спецоперацию. Так, ознакомлю, что здесь пишут. С Карабахского региона Азербайджана вновь приходят новости с пометкой «Молния». Вооруженные силы нашей страны провели молниеносную и бескровную операцию, взяв под свой контроль дороги к северу трассы Ханкинди-Шушала-Чин, то есть грунтовую дорогу Ханкинди-Халфали-Турсу. Ну и как я говорил вам, да, вот эта главная высота, сейчас азербайджанцы заняли там высоту и контролируют всю эту ситуацию, чтобы не было контрабандного провоза вооружения, ну всего, что угодно там. Как раз недавно выпустил ролик, где показано, что российские миротворцы их прикрывают, когда они провозят в этих грузовиках своих запрещенные всякие оружия и все остальное. Так, и вот как раз азербайджанцы взяли под контроль эту грунтовую дорогу. Напомним, это самая дорога, которая в последнее время активно использовалась армянскими незаконными вооруженными формированиями для провоза оружия и боеприпасов мин. Очередной конвой был замечен уже сегодня. Причем, как показывают данные объективного контроля, Армения планомерно перебрасывала в коробах оружие и личный состав в своих незаконных вооруженных формированиях. На фоне агрессии заявлений, да, очень заявляла, что, да, готовили очередную провокацию, пишут здесь. Более того, именно сегодня, как уже отмечалось, есть шанс на прорыв в переговорах по заключению мирного договора. Как и не раз бывало в прошлом, Армения вновь намерена сорвать эту возможность при помощи вооруженных провокаций. И перестрелка на грунтовой дороге 5 марта, когда погибли двое азербайджанских военнослужащих, инцидент на Зангеландском направлении 20 марта, когда получил ранение азербайджанский пограничник, оставляет здесь мало сомнений. Азербайджан неоднократно, в том числе и на самом высоком уровне, обращал внимание на недопустимость такого рода контрабанды. И никакой реакции со стороны армян не было. Но, похоже, кто-то организовал, крышевал такую роду контрабанду, и они не учли одну деталь. Предупреждение Азербайджана надо слушать внимательно и держать в голове, что Баку терпение не безгранично, и слов на ветер здесь не бросают. В результате, столкнувшись с тем, что, несмотря на неоднократные призывы нашей страны, Азербайджан решил навести порядок своими силами. Все правильно, вот здесь пишут. И теперь, учитывая ситуацию, сейчас вооруженные силы Азербайджана уже взяли под контроль, и все, заняли эту высоту, и теперь уже армяне не смогут перевозить там это оружие, боеприпасы со стороны Армении, и все. И уже не будет никаких, ну, серьезных провокаций уже. Все, лавочка закрылась. Так, и теперь вот самое главное, что после всей этой операции, вот тут статья уже в российском издании, что азербайджанские военные заняли высоту в Карабахе, а Министерство Российской Федерации недовольно. Представляете, азербайджанцы на своей территории заняли эту дорогу, ну, как сказать, заняли, а не просто ее контролируют сейчас. А теперь российское, это, главнокомандование там говорит, этого делать нельзя было без нашим обедомым. Министерство России в субботу обвинило азербайджанских военных в нарушении договоренностей о прекращении огня в Карабахе, достигнутой в 2020 году. Это сообщает Радио Свобода. Как утверждается, сообщение ведомства подразделения Уженых сил Азербайджана пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту, и приступило к инженерному оборудованию поста. В заявлении говорится, что российская страна потребовала от азербайджанских военных вернуться на прежние позиции. Представляете, до того дошло, что уже эти называемые миротворцы говорят, мы не допустим такого нарушения здесь. Как это так? Азербайджанцы заняли дорогу. Это типа они считают своей территорией, и пригрозили, чтобы азербайджанцы опять вернулись на свои исходные позиции. Но я сомневаюсь, что уже азербайджанцы назад вернутся, они наоборот будут контролировать, еще подтянут свою технику, вооружение, и все, армянам уже будет невозможно что-то провозить сюда, завозить, и уже накалять обстановку. В общем, вот такие новости сегодня. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!